Как сэкономить электроэнергию? Таким вопросом задаются жители сразу нескольких домов по улице Якуба Колоса. С переводом освещение дворовой территории на новую форму работы свет зачастую горит даже днем. Что на это скажут специалисты? Смотрите сегодня. В 10-м часу в начале, в 9-м, в 10-м, а летом и раньше в нашем подъезде не бывает. У вас более бдительная жильца? Да. А здесь горит бывать первым? Да. Вопрос расточительства электроэнергии при освещении дворовых территорий появился с монтажом вот этих светильников. В народе их прозвали кобрами, включить их может любой желающий. Этим правом жители пользуются активно. А вот выключить спешит не каждый. Так и получается, что лампы горят в дневное время, пока кто-то неравнодушный к такому безрассудному использованию энергоресурсов не отключит освещение. Другое дело в подъезде. Здесь свет выключают изрядно. Делятся жители дома 11 по улице Якуба Колоса. Ведь за это освещение приходится платить из своего кармана. Городское освещение финансируется из бюджета. То есть данные кобры, которые установлены на домах, они имеют собственные счетчики учета электроэнергии. Поэтому данные суммы возмещаются городским бюджетом. Ну а освещение мест общего пользования, освещение лампочки так называемых подъездов, эти платят наши граждане согласно предельно допустимым тарифам, которые утверждены указом президента Республики Беларусь. Пока жителей домов призывают к экономии, городские службы также не сидят на месте. Как оказалось, в городе уже ведется планомерная работа по нормализации этой ситуации. Леонид Петрович, тема экономии электроэнергии, она достаточно такая острая и жители Новополоска, естественно, не остаются в стороне. Так вот предпринимаются ли какие-то меры по экономии, может быть, разрабатывается даже целая концепция, либо проект по переводу все-таки вот этих так называемых кобр на автоматизированную систему? Конечно, на сегодняшний день проходит работа по модернизации существующих систем. То есть ставится реле времени, которое включает освещение предновых территорий только в ночное время. Установка реле времени вопрос решит, уверяют специалисты. Так же, как он был когда-то решен установкой световых и шумовых датчиков в подъезде. Да только для того, чтобы оборудовать весь жилфонд, нужно время, ведь мероприятие, как минимум, не из дешевых. На этом все и это все, о чем мы хотели рассказать вам в этом году. Дорогие телезрители, команда программы «Есть вопрос» прощается с вами до 2019 года. Мы желаем вам, чтобы неприятности обходили вас стороной и в новом году удалось найти решение самых непростых вопросов. Счастливого вам Нового года! Нового года! Нового года! Нового года! Новый год! Субтитры подогнал «Симон»